всем привет вы на канале черри такси с вами лишняк владимир коллеги работающие в москве обращаюсь именно к вам потому что остальных эта информация мало коснется ну не коснется совсем у нас новость пришла от парковочного пространства насчет парковок внутри москва сити многие эту новость уже видели и меня насторожило отношение некоторых водителей просто некоторые читая эту новость говорили ой ничего не изменилось раньше было пять минут стало десять я не знаю кто это так понимает эту ситуацию давайте я расскажу как я понимаю эту ситуацию и чем это чревато для водителей такси причем неважно бизнес такси или любых других да и вообще не только такси это важно даже для обычных водителей которые могут оказаться на территории москва сити по какому-то делу привезли кого-то заехали зачем-то или еще что-то короче новость заключается в следующем с 1 января на территории москва сити вводится помимо того помимо того что въезд на территорию москва сити он платный бесплатное время 10 минут за 10 минут и одну секунду вы платите уже 400 рублей это было и раньше вернее раньше было за 15 минут сейчас стало 10 потом я так понимаю что некоторые водители путают когда появились красные таблички с надписью пять минут так называемые парковки к для кратковременной остановки высадки пассажиров кто-то решил что время на территории москва сити сократилось до пяти минут нет это не так сократилось время остановки именно в этой зоне до пяти минут вот а на всей территории москва сити можно находиться не более десяти 10 минут и одна секунда это уже 400 рублей значит в чем заключается изменение дело в том что раньше можно было выехать с территории москва сити если пассажир не вышел заехать снова дождаться и спокойненько поехать теперь это будет невозможно теперь если пассажир не выйдет в течение пяти минут например а вы еще в течение пяти минут не успеете выехать с территории москва сити например из-за того что там будет заторчик но я думаю сейчас заторчиков там уже не будет наверное минут семь можно будет ждать пассажира и потом за три минуты надо будет обязательно выехать потому что если вы просто станет знаете как бывает выезжаешь и прям перед шлагбаумом какой-нибудь водитель который не успел оплатить парковку бросает машину и пошел платить и вот вы стоите и что делать ехать на другую на другой выезд не факт что успеете сзади уже подперли спереди заблокировано и в итоге когда вы приезжаете этот водитель наконец-то оплатил свою парковку вам тоже уже надо платить свою парковку и соответственно но если вы нормально себя ведете вы переставите машину и пойдете платить парковку короче было и так не просто мало того сейчас секундочку тут важный момент на территории москва сити с недавних пор помимо зон вот этих для кратковременной остановки зон для остановки такси есть еще платные парковки внутри на территории этой платной парковки есть еще платные парковки на которых можно останавливаться без штрафа если вы остановились не в зоне такси не в зоне кратковременной остановки не в зоне платной парковки то вашу машину еще эвакуировать могут это раз то То есть вы такой, а, боксник, больше 10 минут, ничего страшного, 400 рублей заплачу. Пошли там, не знаю, забирать костюм в сударь, пришли, машины нету, потому что эвакуация уже произошла, и вам это обойдется в 8 с лишним. Так вот, это было слишком просто. Администрация решила сделать еще веселее. И теперь, если вы выехали с территории Москва-Сити, то заехать вы можете не раньше, чем через 30 минут. Я, честно говоря, не знаю, будет ли возможность заехать платно, например, если вы высадили пассажира, выехали с территории Москва-Сити, и вам пришел заказ опять в Москва-Сити, ну, в какую-то из башен. Будет ли у вас возможность заехать хотя бы платно? Я не уверен, ну, то есть вообще это бред, это не нужно, потому что если наши пассажиры, которые с помощью бонусов решили уехать с Москва-Сити на красивой машине, услышат от водителя, ну, я могу за вами заехать, но вам придется оплатить въезд, я уверен, что они этого делать не будут, потому что этот въезд будет стоить 400 рублей. Это ровно столько, сколько они платят за эту поездку в 399 рублей. Естественно, два счетчика никто платить не будет, просто за то, чтобы заехать. Вот, и начнется вот этот цирк. А тогда давайте я выйду за шлагбаум, а за шлагбаумом стоять нельзя даже 60 секунд. Все, приехали называется. То есть пойдут отмены, пойдут нарезания круги теперь вокруг Москва-Сити. Ну, скорее всего, у водителей, у которых свои машины и арендные. А те, кто на каршеринге, скорее всего, попробуют, наверное, чуть-чуть поерзать туда-сюда и будут отменять. Короче, я не думаю, что эта проблема надолго. Как и многие вещи в Москва-Сити, если помните, были ролики о том, что внутри Москва-Сити нанесли дебильную разметку. Я вам говорил, ее изменят, потому что это бред. Ее изменили. Потом вокруг Москва-Сити нанесли дебильную разметку, где движение было в одну полосу. Я вам сказал, не может этого быть, это изменят. Ну, просто там два варианта. Либо у них такая система, скажем так, гармонизации движения. Что такое гармонизация? То есть, есть ПДД, да, правило, а есть то, что диктует общество. То есть, если замечали, иногда есть места, где очень часто водители нарушают, получают штрафы, ругаются, а потом в этом месте меняют движение так, как люди там ездили. И получается, они все это время зря платили штраф. То есть, меняют разметку под поток. И там получилось то же самое. То есть, сначала сделали дебильную разметку, она нелогичная, неправильная. Люди начали нарушать ее все время. И после этого ее поменяли на правильную, логичную. Я думаю, здесь будет то же самое. То есть, да, в аэропорту такая система работает. В аэропорту практически нереально два-три раза заезжать подряд. И то из-за фейковых заказов, из-за каких-то отмен пассажирами не вовремя. Все равно эти ситуации случаются, мы от этого страдаем. И все равно начинаем как-то изворачиваться, придумывать фейковые заказы, еще что-то. Или встречаться с пассажиром за шлагбаумом, хоть это неудобно. Или отменять и страдает пассажир. То есть, в любом случае, это как-то решается. Вот. Здесь я уверен, что эта система ненадолго, потому что из Москва-Сити очень многие уезжают на такси. И как только это введут, начнутся проблемы. И как только наши сильные мира сего, которые там же и работают, столкнутся с этой проблемой, что их таксисты отменяют. Вот. То они лоббируют свои интересы и это изменит. По крайней мере, я это предрекаю, а как будет, посмотрим. Короче, будьте внимательны, будьте осторожны. У нас уже есть зона лужники, куда я не езжу. По похожим причинам, потому что лужники сами меняют режим въезда, когда им захочется, как захочется, не уведомляя при этом никого. И Яндекс ведет вас через закрытые ворота, то на подачу, то на выезд, то внутри, когда вы заедете, окажется, что выехать вы можете только за свой счет, пассажир ничего оплачивать не будет. Яндекс тоже не помогает, поэтому я в лужники больше не езжу. У нас такая же территория есть дымзавод на Красной Пресне, дымзавод. Там территория бизнес-центра с платным въездом с первой секунды 300 рублей. То же самое. Чтобы забрать пассажира с дымзавода, вам нужно сначала заехать, и вы уже, по сути, попали на 300 рублей. И потом вам, если повезет, то пассажир оплатит этот выезд. Если не повезет, то вы заезжаете внутрь, заказ отменен. Яндекс все проблемы адресует вам. И вам просто минус 300 рублей из кассы. Поэтому внутрь, на территорию этой бизнес-зоны я тоже не заезжаю. Я не помню, как она называется. И что-то вылетит у вас в головы название переулка. Так, а я же здесь рядом. Я вам сейчас скажу, как он называется. Так, 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 так. 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 А, столярный переулок, да. На столярном переулке, там какая-то бизнес-территория. На территории, в которой находится дымзавод, балаган и ежи с ними. Маримания. Вот. Когда туда привозите пассажира, еще можно с ним договориться, сказать, вот, въезд платный, хотите заезжаем, не хотите, нет. Когда забираете, вы, конечно, можете позвонить ему и сказать, заезжать или нет. Тут въезд платный с первой секунды, 300 рублей. И, как недавно было в ролике, пассажир мне говорит, да, я оплачу. Потом я заезжаю, и мне приходит сообщение. Ой, вы знаете, я передумал ехать, до свидания. Ну, в моем случае, хотя бы подачу оплатил, а то вообще заказ за наличку был. А если не захочет, то и не заплатит. Вот. То есть, это вторая территория, куда я не заезжаю. И вот сейчас появится третья, это будет Москва-Сити. И это серьезная проблема, потому что Москва-Сити – это источник получения заказов. Очень, ну, такое место, где практически всегда можно получить заказ. Вот. Я думаю, это будет проблема, но я уверен, что она будет недолго. Это должны будут изменить. В общем, будьте аккуратны. Всем удачи.